Сегодня мы в Сынахе ночью ходили за яблоками. Сегодня мы вот с Владимиром Пашенко там яблонька одна на территории Павла Лапкина, которая потом Никите была подарена, но он уехал и сегодня ко мне идем на велосипедах. Догоняет Никита Устинов. Я вот хотел спросить, я думаю сейчас какой-то вопрос, как Иосиф, тот по писанию, как понимать это. А у вас там на Павловом огороде там яблоня растет, а она кому принадлежит? Ну кому дом, тому и огород, без огорода как. А можно я там поем яблочки? О, я и забрал про яблоки-то. Напомнил Никитом, молодец. Да можно. Ну я не знаю, он еще приехал, нет, а я уже приехал, там давай вокруг падал пособирать, падай в траве. И набрал вот котелок. Я не знаю, сколько тут у него. И отвез сестре. Я говорю, если надо, возьми, что-то можно сделать с ней. Ну, она вся червивая. Раз упала, это уже. Я пришел, молодень, говорю, так и так. Надо лестницу тащить сюда. Внизу я уже обобрал. Оказывается, червоточина. Если вот... Вот она, берешь ее, яблочко вот. Я его прокрутил, это придавленное. Нету. Это у меня чистая, хорошая. Теперь, а вот она, дырка. Это, там червяк сидит. Этот буделек я отрываю. Этот опять, ну туда вот, в этот. Дальше. Это в хороший. Хороший кабель. Ну, хороший что? Яблоки хорошие, вкусные. Павел там прививки разные делал, привое. Ну, он учился на это дело. Все разводил и... Ну, враг все похитил. Ну, набрали мы 36. Около 40 литров, если литрами мерить. Не килограммами, а объемом. Вот. Ну, куда столько много-то? Ну, сразу вот такие два самые большие я отобрал, уже набрал. В город болящем. Это у нас еще тут такого нет. Левая, правая. Это семилитровая. Да. А это пяти. Это пяти. Вот я последнее перебираю. Вот, у которой точка есть хоть одна, я ее туда кидаю. Это вот хорошее нет. А ты берешь, вот она ее видать. Там червяк сидит. Это куда пойдет. Видишь, откафель. Я попутно все это оборвал и не так много времени ушло. Вот. Вот. Долго там кто подумает. А что долго-то? Там они сварят компот. А из этой мы изрежем червяков. Сейчас выдавливаем водой. А кто вам, кто вам подсказал этот способ? А? Кто этот способ подсказал? Да я пошел. Я подумал так. Это яблони садил Павел. Он вкорченный. Как бы ему туда отправить? Ну, человек-то уехал, а яблони-то он садил. Хотя дома же он продал. Никакого отношения. Но у меня внутри такой позор-то. Я знаю, что связь держит Валентина с ним. Я к Валентине ее нету. Видишь, он какой. Вот здесь буделек. Я беру его показать. Этот буделек крутнул его. Он чистый. В этот. Вот отсюда. А этот вот буделек беру. Ну, это зачем он висит-то? Вот она сбоку. Я буделек отрываю в другой. А Андрей говорит, они ходили... Ну, сегодня не работай. Сегодня преображение Господне. Плоды освещали. Я, говорит, залил водой. А Андрей-то... А Никита-то, который попросил... Как бы не он, я вообще бы это яблони даже не вспомнил. Я тогда, когда сказал, приходи ешь. А он то ли приходил, нет, не знаю. Я тогда ведерко такое набрал. В Валентине отвез. А второе, ей падалку, которая в траве лежит. А ему прям с дерева нарвал. Привез и... Где тут брат Никита? Он вышел. А отец тут улыбается. А там делать некуда. Они-то думают, вот я дал там еще-то. А для нас это... Тем более не садили. Я ему отдал. Ну, что-то лучше выбросить, может быть. Вот. А когда я встретил Андрея, то он говорит, мы залили водой, а там череп полезли. Андрей залил. Я еще не сообразил. Это не Валентина, которая падалку дал, упавшая с дерева. А которая хорошая дал. А хорошая-то вот сколько еще. Наполовину. Почти наполовину. Хорошая, то есть я имею в виду с дерева. Не снизу. Я вот беру сейчас и вижу, что пополам идет. Ну, я пришел домой и давай это все делать. Я не знаю, в огороде Владимир-то был там. Он пришел. Так легко включился в это дело. Мне сразу как-то веселее стало. А то один, не знаешь, так и так. Я говорю, ты сейчас приготовь его. Я буду резать червивые. Надо посмотреть червей там. Давай-ка. Ну, вот я несколько штук уже достал. Вот они где. Они выползли. Банку с медом поставили для грузила. Чашку поднимаем. Вон он, вон он. Видно, он по лесу. Полез. Надо ему помочь. Засипился. Надо вытащить яблоко-то. Видишь, какой. Да, вон я в эту складываю. А, вон сюда. Во, во. Я думаю, надо глубже взять. Прометелить. Вот они. О, поплыли. Это которые... Размочились. Видно, что червоточинка в нем везде. Я их сюда откидываю. Ну, вот это вроде бы хорошее, но вот точкой там неудобно людям-то дашь. Мы-то червивые съедим, а людям отдать которые полегше. Без этой. Ну, вот так вот. Говорится, себе покоя не даем, мы людям покоя не даем. Вот последнее перебираю. Вот я еще одну малышу. Вот это дело. А раньше мы делали так. Я сейчас вот видел у Глушкова, там много яблони растет. Я спрошу его, будет он собирать или нет. Мы его варили. Это Володя кипятел, вытаскивали. И разминали. Добавляли сколько-то... Толок его в общем, наверное, в больших кастрюлях. Так. А потом эту всю кашу размазывали толстым слоем, чуть-нибудь в два пальца на улице. И она сохла. Так мне года три или четыре держали. Когда едешь, берешь с собой. Оно вкусно. И питательно. А это брали-то ранетки. А ранетка, она более полезная, чем домашняя. Там ей все. Видишь? Вот бутылок взял. Его видать, вот он, поврежденный. Там червяк, господин. Сейчас это добираю. Сегодня я только подумал. В деревне еду мимо дома, там этот, под зубом. Под топовин. А там крыжовник. Уже сколько раз. Завернул, велосипед поставил, зашел. Крыжовник поел, пошел. Никому не должен. Да крыжовнику-то. Ой-ой. Вчера поехали. Это у нас после занятий. Люди домой пошли. Я говорю, а мы давайте съездим. Тут как это, Голощук или как-то. Фамилия-то была. Елена-то. Да. И она с нами. Тоже. Колхозные бывшие сады. Ну все, погибло там. А малина растет. И мы в этой малине. Я вышли оттуда. Володя, ты сколько съел? Он говорит, 250 ягодок. Но они нынче не такие крупные. Видишь как? Никому ты не платишь. С корня в рот. То есть это самое ценное, не раздавленное, не добавленное. Вот что такое жить в деревне. А человек в городе-то он еще не знает. У тебя сейчас маленько пройдет. Я бегу сразу. Поступают какие-то сведения. Люди запрашивают этот. Побеседовать по скайпу. Я говорю, после 10 октября, если Богу угодно будет, я тебя вернусь живой. С числа уже нет сколько людей. Там и заграница, и отовсюду. Надо побеседовать. Такие вопросы. Ну, видишь как. Заглянешь в интернет, то у тебя времени-то нет. Вот сегодня утром поехали. Ну, не поехали, а собираемся уже. Лодку грузят. Подошел Илюша. А он тут гостит у своих. А ему уже лет 12. Он мелкорослый такой. Ему нигде не доверяют. Он так, что ленивый. Скажет слово и тоже его нарушит. Ну, когда-то надо им заниматься. А он стоит около машины. Я говорю, Леша, ты хотел поехать на рыбалку? Да. Он прямо так заживился. Да. Но дело в том, что ты приехал, тебя тетя здесь держит. Так. Ну, то есть его мама. И его отец. И у кого он живет, это родные брат с сестрой. Хорошие люди, все. Ты у них. Они за тебя отвечают. Давай-ка беги домой, а нам по туда ехать. И отпроси, чтобы тебя отпустили на рыбалку-то. А что поймаем? И там уже ты увидишь, как мы ставим сети. Девушка, а вы меня дождетесь? Я говорю, ждать мы не будем. Ты нас ждать будешь. Сейчас домой. И оттуда сразу на дорогу выходи и жди. Он так и сделал. Мы едем, а он уже не напротив дома, а навстречу идет. Видно, не терпится. Ну и в лодке. Я все снимал с берега. Как он помогает сеть, карася выпутает. Никогда этого не имел. Для ребенка это навык какой. Ну что я в деревне ко мне кто-то приедет? Что я ему покажу? А то в лодке. Как лодку крепят. Теперь с места на место сети переставляли. Он все это видит. А мы поставили... Дамба тут у меня 200... Ну, 300 допустим, 250 метров. А на той стороне, а на другой мы поставили знаки. 5 километров по этой, по дамбе ехать, чтобы не свернуться никуда. Хотя ограждение земли... Ты еще просчитал? 5. Это 5 километров скорость. Илюша, а на той стороне ты видишь? Надо посмотреть там. Может кто покорябал. Как свет... Погнули может быть. Давай-ка быстро сбегай. А пока... А они там маленько наши задержались. Гляжу, машина идет. Ну-ка давай. И он врезал. Бегать-то умеешь. Тебе не вредно. Нет. Но он во все лопатки туда. А подъехали, едут за ними. Говорю, вы его там заберите. Ему будет приятно, что обратно-то не идти. А ему сказали, он даже не расслышал. Мимо машина, обратно бежит. Промелькнул и подбежал. Там тоже 5 написано. Все чисто, красиво. Ну и все, Илюша. То есть, ему надо дать знать. Вот сейчас я что-то делал тут. И вдруг он... Я в ограду заплетел даже заходить ему. Подозрение на него было. Он зашел с какой-то кружкой. Вам помочь что-то надо? Это видно, тетка уже настроена. Да нет, Илюш, у нас все хорошо. Иди отдыхай. Ну и до 1 сентября в город Барнаул идти. Видишь как? Один день. Один раз. И человек меняется. Другой тоже был хулиган. Ну никуда нельзя. А у меня вышка голубинная. 9 метров 60 сантиметров потолок. Ну я с детьми туда экскурсию делаю. Маленького голубенка, слепого, подросшего маленькие яйца. Голубку, поймать голубей. Это элемент воспитания. Очень мощный-то. А он в стороне стоит. Знает, что его не возьмут. Я тогда прохожу мимо. А ты, Артем, хотел бы там? Да! Ну давай, держись. Вот так. Руки ставь вот так. Держись. А он такой шустрый. Ну не послушай. Очень не послушай. А тут он как-то обмяк. Голубенка держит в руках. Он никогда не видал. Это голубенок такой. У него глаза на выпучке. Он как лягушонок. Говорят, где его? Ну ты маленько-то приглядывайся к ребенку-то. Вот говорят, надо. Вот там талант. Ну может и талант. У нас когда лагерь-то был еще не загорожен. И лошади у нас лошади были. И мы их привязывали к канавязь на таком уровне. Там где тмутаракань. Это келья. Избушка такая для ребятишек. А они переворачиваются на нее-то. Эй! Это нельзя, думаю. Я подошел и говорю. Ребята, вы знаете, это канавязь. У нее назначение другое. Берем лопату. И я им там отдельно, где у нас вестибулярный аппарат отрабатывать. Ходить разъезд на таком уровне. Там 75 метров с перегородками. Они там играют. Ну и сделал такой переворачиваться. И они там-то достали. Ты видишь, ребенку что-то нравится где-то. Ну не трудно. Подойди, посмотри, узнай. Но это должно быть в рамках закона. Нам в стране все можно. Но это не надо понимать, что я могу на красный свет ехать. Могу там кури сдавить у кошек. Не говоря уж про людей. Свобода это означает выбор лучшего. Адам Сева неправильно воспользовались свободой. И умерло больше 100 миллиардов людей уже. Возмездие за грех смерти. И вот едем дорога. Я Илюше все тут могу рассказывать. Пока они подъезжали, я говорю, ты видишь, вот какие лага. Это после потопа. После потопа. Люди все отрицают. Этого не было. Этого не было. А потоп отрицать нельзя. Лага остались. Свидетельства. Я это докажу в течение пяти минут любому профессору, любым академикам. Огромный лог. 300 метров бывает шириной. 200, там 150. Глубина там метров 5-6. И склонны, например, и конца края нету. А бывает начинается рядом. А в него идут маленькие отрожки. Начинается метров за 200-300 с нуля. Расширяется. Но у всех одинаково. Днище с тем с главным. Что это означает? То есть там, там, там тепло. Тепло. Ну, чтобы 30 метров ширины и 3 метра глубины. Ну, видно, что оно было ровно и так. Это должно быть бурный поток выше земли быть. А здесь еще нет ровное поле. Ни камней нету, ни гор. Откуда вода? Все говорят, да, это вода. Вот приехали академики. Собрались мы. Я скажите, вам как кажется, что ровная была земля? Ну, тут сам рельеф подказывает. Да, ровная. А вот эта земля вышла миллиарды тонн. Миллиарды, не миллионы, миллиарды тонн. Куда делась земля? Не знаю. Я говорю, в Караганду утащила. А деревья корни силу потеряли. Потоп-то был год-то. Их куча туда завалила сразу землей. Уголь-то как получается? Дерево сразу должно быть задавлено без доступа воздуха. А в лесу так не бывает. Дерево упало, сгнило, ничего нет. А бывает слой 10-20 метров толщиной уголь. Это означает деревьев, а громаднейших туда несло. Корни-то. А вода когда пошла обратно в землю-то, потоп-то кончился. Ну, она все с собой волокла туда, а потом вот набыв туда и... Бог сделал так, что кочегарков будет. Уже не ошметками коровьями, не деревом, а уголь. Угля не хватает, а там нефть. Нефть кончается. Газ. Газ кончается. Уран нашли. У бога кладовые разные по развитию человеческой коробочки. Серого вещества, как японцы говорят. Я это, что могу, так скорее скажу. Вот как. Это лога. Лог. Балки. И вот у нас здесь главный лог идет. И главный лог начинается отсюда километра за два. Ну, за два с половиной. Главный лог. А в него вот здесь примерно 15 отрожков. Прям лога настоящие. А начинается, ну метров за... Ну и за километр, допустим. Начинается с нуля, поле расширяется. И у всех. Всех одинаково. Дно одинаково с главным. Почему? Ну это вода. В ванне пробей отверстие внизу. Одно хотя бы или два. Но сначала насыпь земли, чтобы она поплыла. А потом наполни водой. И выдерни пробку. И ты увидишь, эти лога сразу образуются. Ну, доказывать еще не надо. Значит, потоп ноев имеет доказательства в логах. И кому это непонятно, приезжайте сюда. И вы увидите. Да я не думаю, что где-то там нету балки. Это не какие-то каньоны. Вода прорезала. Я Илюше сегодня это все сказал. Для ребенка это новинка. А ты знаешь, это нет. Это я ему в течение, допустим, 5 минут уже преподал урок. И все. У нас с ним натянутые отношения были. Он заходил во двор и под подозрение попадал. И делать ничего не хочет. А тут сразу что делать? Это уже тетя его. Она такая работящая. Людмила Анатольевна, учительница. Вот. И вот сегодня делить в начале, когда 13 карасей, а нас четверо. Мы взрослые. Считай сколько. Он по 5. Я говорю, 5 и 4, 20. 20? А у нас только 13. А у нас только 13. Он сообразил. По 3. 3, 4, 12. Один лишний. Ну, ты маленький. Ты только юнга. Тебе меньше. Но так как ты хорошо работал. Тогда этого лишнего карасятия ему по 3, а ты 4. Он сразу это... Ну, сказалось обыкновенный. Но ему-то 4, а нам по 3 досталось. И он с дома за ведертом сбегал. Мы вплотную подвезли его. Все. Отношения налажены. Отношения в течение лета не налаживались. Я даже попытки не делал. А сегодня, я гляжу, момент настал. Все. Еще тут. Давай. Посмотрим, господа черви. Эти яблоки-то надо убирать сразу. Которые размыло. Так. Нет, почему? Так их можно съедать же. А, в чашку можно? Конечно. Ты бы сказал, я выкивал уже. Ну, все. Я подумал, что подсолить надо, а ты говоришь, не надо. Нет. Я почему-то думаю, что им соленые не нравятся. Мы же их потом варить будем. Зачем они соленые-то нужны? Ну, ладно. Надо просто яблоки убрать, наверное, уже. Вот это? Ну, да. Убрать их? Ну, я думаю, да. Или рано еще. А? То есть, вот это вот хорошее. Хорошее болто. Два осталось. Это два ведерка осталось? Да. Ну, два. Давай их сюда переместим, чтобы не перепутать. Это я возьму. Вот это вот. И может кому-то дать. Может отправить в город. Два ведерка уже мы запечатали. Где они у тебя? Там. На веранде. Подписал уже все? Да. Ну и все. Кому дать. Завтра Игорь едет в город. А это теперь вот он вымачивает их. buttered. У-у-у-у-уумы. У-у-у-уу-у-у. У-у-у-у-у-у-уeу! Сажа-то сколько... Ну вот там поставьте его. Э-э... Это не потерпém. Я выбросил... Может и не видно даже. Должны, по идее. Закрыть пусть будет. Вон он, вон он, червяка. Это червяк? Конечно. Это червяк, да? Да. Вон еще один. Ну что в городе-то делал бы я? Сейчас. А тут настолько заняты. Даже времени нету. Вчера один день. Как всегда в 4.40 встали. Утром пошли. Воскресенье. Литургия. Божественная литургия. Вот. Все прошло как надо. Вышли оттуда. Приехали. Теперь я говорю, давайте в 11 поедем на шлюз. Посмотрите, что мы делали. Взяли не вот. Ну и там. То ли мы ошиблись. То ли что. Но все равно ведра полтора взяли рыбы. Чтобы все увидели. Я 12 машин думал придет. А пришло только 6. Половина. Ну. Каждый за себя знает. Показали. А потом сети. Посмотрели как там. Сколько было рыбы. Сразу кому? Да дать Устиновым. А это? Я бы тоже взяла. Елена. Я говорю, да щук-то. Так бери. И они сразу поделили. Большие, которые красили. Оттуда едем. Прямо сразу же занятия. Даже минуты нету. На занятия. По изучению Библии. От Библии. Только вышли. От Библии. Сразу на Малину. От Малины. Приехали. Обед. От обеда или только. Маленька надо отдохнуть. И идти в вечернее богослужение теперь. Времени нет маленько. Нету. Вон еще один. Что-то у нас еще там было. Вот такое дело. А что бы я в городе сидел. Пялился. В беремню надо ехать. Двадцать одна тысяча разрушены. И десять тысяч на ладан дышат. Один-два человека осталось. Вот что мы делаем здесь. Ну это сегодня у нас уже женщин нет. А когда женщина тут есть. Они этим заниматься бы стали. У нас свои мужские работы. А те, которые ничего не делают. Городской то сидит. Ну. Златоуз говорит. Проповедь. Златоуз проповедь. Четвертый-пятый век. Сквернословит. Поносит. То есть ему деньги платят за это. Вот. Дальше мы делаем шлюз. Это у нас четыре ролика получилось. Это долго работали мы где-то. Там слово нельзя сказать. Там работаем. Какая работа. Ну какая работа. Землю кидать. Ведрами носить. Там. Отпиливать. Заострять сваи бьем. И все равно матерщиной. Его касается что-то. Нет. Он не видит и не знает и ничего. Нет. Полностью сосуд дьявола. Что-то там мы говорим о Боге. Нет. Ну о Боге. То есть мы молимся. Его как-то касается. Нет. Там может такой щервяк сидит. Ему заплатили. Там бесплатно никуда не выходя заработать. Объявления даются. Но не избирать себе жертву. А мне это награда. Будут радуйтесь и веселитесь. Когда будут подносить имя ваше как не угодно. А тем более. Мы живем на земле. Не святые святые. Прочитали вы Тихона. Шевкунова. А мы за него молимся. Не святые святые. Что судить. Жить надо во Христе. Радоваться. Какой-то Бог определит. Так. Ну я пошел наверное. Нужно сейчас? Нет? Нет. Значит никуда не деть. Подумай что надо сделать. Все на этом. Видишь как давит медом. Вот банка. Сколько мне? Три. Три. Тысячу с чем? Двести? Да. Тысячу двести. Но это свежий. А? Свежий. А такой тысячу. Прошлогодний. Я больше прошлогодний люблю. Он приехал вчера в пасечник. И мне подарил вот такую банку. Подарил. Почему он решил подарить? Не знаю. Расположенный Геннадий Павлович. С урывки. Шестобитов. Сегодня мне ее передали. Видите сколько? Ну что там отору? Тысяча то. А все равно. Приятно. Потому что я о нем рекламу давал на этом. Что вот такое. Это мед лекарство. Ему там один там с Калининграда даже написал. Выслать. Отосюда. Ну все. Так еще все я пойду. Семь часов. А. Ужин во сколько будет? Семь. Давай рыбу сейчас. Поем да и пойду. Все. Заканчиваю? Да. Конечно. Можем показать рыбу если еще. О. Рыба. Значит мои. Здесь одна рыба осталась. Нет. Одна. Две. Это ваши. Все мои? Да. Сергей вам оставил. Одну. Видите какая рыбинка. Щетверк. 20 сантиметров. Это уже большая рыба. Карась. У него царский вкус. Вот ешь хея там или в кумбрия там это. Даже сравнивать нельзя. Карась. Но очень опасный. Косей новый. Ладно. Я пойму. Один пока. Больший славец я грешил. Господи. Прости меня греши. Понимаю. В общем всех на тебя Господи уповай. Ты дайшим пищу во благо времени. Отверзай. И щедро путь. Исполняй всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови. И освети словом истинной и молитвой. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Господу. Музыка. Ух. 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 Ух.